Я читаю из книги Ивана Петровича Плет «Капля росы. Чтение на каждый день». Размышления на вторую книгу царств, 22 глава, 26 и 27 стихи. «С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним – искренно, с чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его». Безусловно, Господь знает, чем наполнено сердце каждого человека. И вот Слово Божье сообщает, что Господь поступает с каждым человеком соответственно его состоянию. Это справедливо, особенно ввиду того, что Бог не ошибается в определении, какое у человека сердце. Нас особенно привлекает принцип «с мужем искренним – искренне». Искренний человек тот, кто говорит то, что думает, и поступает так, как понимает. То есть он выглядит таким, каким является на самом деле. Нам приятно сознавать, что Бог ценит искренность, потому что в этом мире очень много притворства и лицемерия. Человек старается предстать перед людьми в лучшем виде, чем он есть на самом деле. Желая навязать другому ложь, каждый старается выглядеть честным. Искреннему человеку трудно жить в мире зла и обмана. Но ему легко в своем внутреннем мире. Ему легко перед Богом, который судит о человеке не по внешности, а по состоянию сердца. Лукавый человек даже перед Богом старается скрыть свое подлинное лицо. Но Бог знает все и поступает с ним соответственно его сущности. Искренний человек предстает пред Богом таким, как есть. Если же он в чем-то и ошибается, то Бог, видя искренность, поправляет его. Можно думать, что Савл искренне ошибался, преследуя христиан. Господь открыл ему, чем является его занятие. С того момента Савл стал чистосердечно служить Богу. Может, Савл и виноват в том, что не исследовал этот вопрос по Писанию. Но он и помилован, потому что так поступал по неведению в неверии. Первое послание Тимофею, 1 глава, 13 стих. Живя на земле, мы не достигаем должного совершенства. И когда искренно признаем это пред Богом и действительно желаем быть достойными христианами, Бог, видя нашу искренность, снисходит к нам и помогает духовно расти. Богу угодно, чтобы мы пребывали в любви. Пребывающий в любви, пребывает в Боге, и Бог в нем. Первое послание Иоанна, 4 глава, 16 стих. Такой человек всегда искренен, даже когда кого-то обличает. Искренне укоризны от любящего. Книга Придж Соломона, 27 глава, 6 стих.